Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Ну что же, сегодня мы поговорим о событии ярком, которое закончилось совсем недавно. Это, конечно же, 24-е зимние Олимпийские игры, которые прошли в Пекине. Впечатления противоречивые. Были яркие победы, были громкие провалы. Были моменты очень много, когда нам чуть-чуть не хватило до золота. Ну и, конечно же, для нас, жителей Тверской области, больше всего эти зимние игры запомнились успехом нашей землячки Натальи Непряевой, которая завоевала полный комплект наград золота, серебро, бронза. И, как уже отметили неоднократно, теперь это наш самый титулованный уроженец Верхней Волжи в плане Олимпийских наград. Это очень приятно, действительно замечательное событие. Я думаю, мы все болели, все переживали, все кричали, орали до хрипа. Об этом мы сегодня тоже поговорим. И у нас в гостях, хочу представить гостей студии, это, конечно, начнем с прекрасной дамы. Это как раз мама Натальи Непряевой, Ирина Непряевой. Она не просто мама, она и сама еще заслуженный тренер Российской Федерации. Ирина, добрый день. Здравствуйте. Это Александр Васильевич Смирнов, заслуженный тренер Российской Федерации, который тоже как раз и тренировал Наталью. Добрый день. И Алексей Виноградов, председатель комиссии по молодежной политике, патриотическому воспитанию и спорту Общественной палаты города Тверь. Добрый день. Добрый день. А вы нам звоните по телефону 3190. Что вы думаете об этих зимних играх? Что вы думаете о Натальи Непряевой? А может, кто-то даже с ней учился, с тех, кто нас сейчас смотрит или слушает по радио? Что вы можете о ней сказать, как о человеке? Человек действительно прославил наши верхние улыжи на всю планету, за что большое спасибо. Надеемся, я даже не сомневаюсь, что не в последний раз мы с горстью будем наблюдать на педесталах всевозможного с всевозможным соревнований, как кубков мира, так и чемпионатов мира, ну и, конечно же, Олимпийских игр, потому что Наталья, он еще плодает, у нее все еще впереди. Поэтому 3190 звоните. Ну что же, уважаемые гости, в целом, как оцените итоги прошедших зимних игр? В целом, для сборной России? Ну, в принципе, по медальному зачету выступили, я считаю, очень прекрасно. Девятое место это прекрасно? Ну, это, девятое место это по золотым медалям, обычно считается, как бы, на первое место ставится в первое место золото, а по количеству медалей, да, нет, мы, как бы, да, на девятом месте. По количеству мы, вроде бы, вторые или третьи. Ну, большой вклад, конечно, в этот медальный зачет внесли, это, прежде всего, лыжники. Львиную долю. Да, лыжники и фигурное катание. Ну и там немного было, там, допустим, сноутборд, там, и ассоциативы, да, и коньки, да. Я считаю, что, действительно, лыжники, они за последнее время выступили очень достойно. А Саша Большунов как бы занял неофициальный такой титул короля лыж, потому что, вроде бы, 50 не проводилось. Ну, как сказала Елена Валерьевна, на медали у нее стоит 50 километров, поэтому по таким, как бы, канонам, когда спортсмен выиграл 30-50 километров, он становится королем лыж. У нас таких было Кузин, Николай Семенович Зимятов, и вот из российских это только Александр Большунов. Ну, я считаю, что достойно выступила наша землячка, которая, допустим, завивала, как вы уже сказали, все три медали. Была очень близка к золотой медали в спринте, конечно, там буквально то же самое не хватило, но это уже пусть там анализируют дальше. Ну, и обидно ее дистанции, четвертое место, это когда она одну сотую проиграла в Пармаковске, поэтому здесь, я считаю, что в этом сезоне у нее очень достойное выступление. Ирина, вам слово. Не скромно, что ли? Так, скажите, что вы вообще здесь, на этом празднике жизни, что она чужая. Да, просто пришла. Ну, как сказал Александр Васильевич, да, мы, в принципе, лыжники показали достойное выступление. Ну, вы сами знаете, что винить другие виды спорта тоже не стоит, особенно фигурное катание, так как сколько нас... Фигуристы, в принципе, очень хорошо, на самом деле, уступили, а что вполне? Ну, все равно вот это вот, травлю молодой спортсменки, и это все прошло. Да и у лыжников тоже, понимаете, в отличие, конечно, от предыдущей Олимпиады, уже более-менее они чувствовали себя раскованно. Если на той Олимпиаде они были вообще зажатые в какие-то тиски... А почему? Ну, это же политика. А вот тогда были слишком свежи вот эти впечатления от допингу скандала, да? Нет, не допингу скандала, их просто на эту Олимпиаду молодых спортсменов привезли. Абсолютно молодые ребята, они допустили тех основных, Великжанина, Устюгова, там лидеров не допустили, вот была женщина Чикалёва у нас, не допустили. И, конечно, молодых, еще не нюхавшего пороха, это практически юниоры были, и я считаю, которые приехали с листа и показали тоже достойный результат. Тогда они, может, и закалились? Ну, это, конечно, способствовало, поэтому на этой Олимпиаде они уже выступали. Уверен, я чувствую. Вроде они и молодые, опять-таки, довольны. Ну, нет, они уже не молодые, это 26 лет, это уже спортсмен в зрелом возрасте. Ну, да, 25 лет, Мишинову, да. Ну, Юхаук, он за 30 лет. Да, 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 ну, лыжные гонки, они вообще возрастные... Смирнов, помните, сколько бегал наш, который стал казахстанским лыжником, но наш все-таки тоже, сколько он бегал. Вот, если брать старое поколение, Галина Алексеевна Кулакова, Сметанина, в 30 лет. Они в 20 только начали. Да, да, да. Они в 20 только начали. Поэтому я считаю, что была вот у них как бы в Корее очень большая практика этих соревнований. Они закалились уже и духовно, и психологически. И я думаю, уже в этом году, на этой Олимпиаде они уже шли уверенной подготовкой, чтобы завоевать медали и доказать, что лыжные гонки у нас все-таки на подъеме. Алексей, что, как вы оцените? Ну, да, я могу сказать так. Отлично, молодцы, сделали все, что могли. Потому что, ну, я, конечно, не имею такого богатого опыта, как у коллег, именно тренерской деятельности. Но по моему скромному мнению, я просто немножко другими видами спорта занимался в большей степени. Вот, но, понимаете, вот как ни крути, психологическое состояние спортсмена сказывается сильнее. Все равно это нервы. Люди шли, вот я смотрю просто как человек, да, что люди шли к этой медали, ну, долго. Долго, долго они шли. И, наверное, просто и уважаем тренеру, и маме Наталье Непряеве, это понятно. Вот они, наверное, знают близко, вот чего это стоило человеку. Вот я вот это понимаю. И спорт – это всегда лотарея. То есть нет, нет… Как это лотарея? Нет, это самое лотарея. Это самое натуральное лотарея. Лотарея-то мы с вами сейчас в карты сядем, как будто выпало, а тут человек тренировался. Какая же лотарея? Тренируются все, тренируются все. Ну, тогда просто кто дошел… Тренеры. Ну, тем не менее, все-таки, чем спорт хорош, что исход не предрешен. Что смысл соревнований только в том, что исход реально не предрешен. Но оно только Господу Богу известно, то есть кто реально победит. И поэтому, с учетом того, что происходило вообще вокруг российского спорта, ну, в целом, да, прессинг-страткает, безусловно. Но такого реально не было вообще, в принципе, ну, в новейшей истории Российской Федерации, что спортсмены, люди, которые абсолютно, ну, как бы аполитичны, они патриотичны, но аполитичны, то есть они не представляют какие-то политические силы, но они подвергались таким атакам, и зачастую травле откровенной, за несовершенные какие-то надуманные совершенно истории, а потом они выходили и боролись. Вот если вот моё чисто человеческое мнение, я считаю, что ребята, мы молодцы, мы просто молодцы. Они реально порадовали страну, не то, что порадовали такой, знаете, радостью, они дали импульс, но Россия всё равно, Россия побеждает. Вот как побеждает, побеждает честно, вопреки всему. Вот я считаю, что ребята молодцы, и, ну, то малое, что мы можем для них сделать, я думаю, что нужно сделать, потому что ребята просто молодцы, вся команда по чисто человеческой. Ну еще вот мне хочется добавить, кроме, допустим, если на тех играх был допинг и скандал, сейчас, я думаю, это ушло как бы на второй план, наши спортсмены уже абсолютно чистые, но внесла корректировку в то, что, допустим, ковид, сколько они там сдавали пропы и все прочее, сколько они сидели в изоляции. И момент еще какой. Китай обычно перед Олимпийскими играми проводится в предолимпийской неделе, где спортсмены могут протестировать трассу, приспособиться к тем условиям снега и прочее, прочее. Здесь наши, конечно, были, не зная этой высоты, тренеры, ну хорошо, там вот Крюков, они какую-то информацию давали нашим, там, ну Грушин ездил Александр Сеевич с Олимпийского комитета, но опять все равно это не спортсмены попробовали, как эта высота переносится. Да, они проводили приблизительно на этих же высотах все эти предсезонные сборы перед этими мероприятиями. Ну, я считаю, достойно сработали и тренерский состав, и сервис тоже был в основном на очень высоком уровне. Спасибо. Пока прервемся, у нас небольшая реклама, не переключайтесь, мы сегодня подводим итоги зимних линейских игр, ну и, конечно, в контексте успеха нашей замечательной Натальи Непряевы, которая, как мы уже говорили, провезла полный комплект наград. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня», мы сегодня подводим итоги зимних олимпийских игр, которые для России сложились, ну, все-таки противоречиво. Как вы уже слышали, наши гости сказали, с одной стороны, мы поставили рекорд 32 наград, но тоже не стоит забывать, понимать, дорогие телезрители, что количество этих комплектов уже превысило 100, а именно 109. Для сравнения, к примеру, понимаете, когда мы, к примеру, в Калгари, наша советская сборная взяла 29 наград, ну, тогда было всего 46 комплектов, а тут 109, поэтому 32 и трезвые медали, вот много или это мало, рекорд это или нет, все условно на самом деле. Или в Лили Хамере, когда мы взяли 11 золотых, а там был 61 тоже комплект, вот считайте, мы взяли, грубо говоря, каждую пятую медаль золотую, а сейчас сколько. И поэтому 9 место, все-таки, я позволю себе не согласиться, конечно, с куда более компетентными людьми в мире спорта, ну, просто я хорошо помню, что когда было второе место в Сараеве в 1984 году, были очень хорошие разборки, почему нас ГДРовцы опередили, какого черта, что называется, и так далее, ну, и в Калгари мы выстрелили. Вот, поэтому 9 место для нашей сборной, это мы не Эстония и не Польша, чтобы рады с 9 место. Ну, с другой стороны, да, согласен, много серебряных, то есть означает, что нам буквально чуть-чуть не хватило до золота. Мы взяли из меня память 12 серебряных, и мне вот в этой связи интересно спросить, вот лыжи, здесь важна, мы уже упомянули, психология, как-то больше считаешь, что психология важна фигурному катанию, когда там элемент нужно вот докрутить, в биатлоне особенно не промахнуться, а лыжи, казалось бы, это вид спорта, где беги, 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 казалось бы, вот насколько важна здесь психология? Можно ли, вот вы уже сказали, вот Наталье не хватило чуть-чуть, четвертое место, что чего не хватило, физической подготовки или вот, может быть, настроя какого-то? Ну, здесь, наверное, сложно говорить, что нельзя отделить и психологию, и физическую подготовку спортсмена. Значит, я, как уже говорил, почему, допустим, может быть, не хватило вот ей как раз этой одной сотой секунды. Во-первых, высота. Она эту гонку начала очень быстро на разгоне, она была лучшая. И потом у нее на каком-то там шестой-седьмой километр получился как бы запад. Вот. Сработал фактор высоты. Вот вы помните гонку, когда Клейба, он 15 километров заехал третий, он на разгоне был только сороковым. Он правильно распределил силы и правильно построил свою тактику бега, что в итоге он на концовку навалился, и многих, которым он проигрывал в начале гонки, в середине, он обыграл. Так и здесь. По всей видимости, какой-то тактической подготовки на Наташе не хватило. Ну, это мы можем сейчас рассуждать. Ну, конечно, да, да. Сиди здесь, в студии. Да. Вот. Ну, а психология, естественно. Психология, вы знаете, когда ведь люди готовятся четыре года, они посвятили, в чем-то себя ущемили, в чем-то они себе... ...отказали, да, ограничили. Поэтому здесь, конечно, когда еще включают вплоть до утюга, который говорит, ты должен, ты обязан, здесь, конечно, очень себя сложно вот в этих рамках держать и психологически подготовиться к тому старту. Мало то, что ты физически готовь, ты можешь стартануть еще вечером или во время сна. Или гореть. Да, конечно. Поэтому фактор этот нельзя отметать, я считаю. А вот вы как тренера как раз обмолвили, что вот Наталья... А мне все время интересно все-таки, а кто решает? Тренер говорит, Наташа, ты сразу что-то в топи, потом, допустим, там сделай паузу и так далее. Или спортсмен? Кто вот принимает решение о тактике? Ну, естественно, спортсмен. Тренер может что-то какое-то дать, но он не может заглянуть спортсмену в сердечную мышцу, как он будет себя регулировать. Поэтому уже столько километров намотано, уже спортсмен здесь регулирует. Ему будет... Тренер ведет по дистанции... Да, ведь бегут же там, Наташа, давай, давай, там Наташа ровно, нормально. Там через какое-то определенное количество, они на рациях передают, какой она участок прошла, с каким временем, на этой скоростью, как дальше. И поэтому... А уже спортсмен распределяет силы. Мы же не можем как бы человеком регулировать, как... Это же не джойстик там, чтобы... Не, ну а если вот как раз бегущий ряд тренер скажет, так, Наташа сейчас может немножко сбавить. Нет, нет, нет. Тренер не может бежать, он стоит в одном месте, и они распределены... Нет, ну я веду сервисмон, который сразу... Нет, нет, нет. Она просто сама была готова, она думала, что получится так, а получилось по-иному. То есть это не ее вина, то есть у нее было большое желание выиграть. Ну, значит, у финок и у норвежки было больше желания заработать эту медаль. Конечно, это расстройство, это переживание, очень сильное переживание, но вы сами понимаете, когда я понимаю, вот Елена Валерьевна правильно сказала, лучше бы она проиграла секунду, две, да. И не так обидно, когда ты проиграл меньше пяти сантиметров на дистанции в десять километров. Это в плавании проигрывает одну сотую, вроде кажется, обидно, а на дистанции в десять километров проиграть пять сантиметров сопернику, и ладно, между пятым и четвертым местом, это одно дело. А когда у тебя тут медаль, а через пять сантиметров ты просто участник, это другое поражение. Но, говорят, серебряную медаль, она еще обиднее, чем бронзовую, потому что тебе не хватило дозол чуть-чуть, а бронзовую уже хорошо хоть с чем-то остался. Ну, опять же, да, второй недоволен, что он не первый, и четвертый недоволен, что он без медали, это естественно. Я бы добавил то, что, ну, вот, безусловно, конечно, Елена знает свою дочь лучше всех, потому что она мама, там, ну, тут что-то говорить. Еще и тренер. Ну, соответственно, да, то есть, поэтому, ну, что говорить, тут, как говорится, от первого лица ценность в том, что Ирина знает, что, видимо, думала Наталья, потому что вы сто процентов, ну, конечно, обсуждали, я понимаю, что... Внутренне уже, по ее взгляду было видно. Но все люди, ну, которые вообще интересуются спортом, понимают, что спортсмен, особенно в спорте высших достижений, он всегда перфекционист. То есть, всегда он идет на максимум, и поэтому, вообще-то, чемпион, насколько я понимаю психологию, чемпионами все равно и рождаются, и становятся, это все равно, это и генетика, это все что угодно, но это колоссальный труд. И тут я понимаю, что вот какой-то небольшой фактор, технический, технологический, дыхание, непривычная дистанция, вот как правильно Анатолий Васильевич сказал, что, ну, не было полноценной предолимпийской недели. Ну, так вот, если, ну, тренерам, конечно, безусловно, виднее, я не могу. И еще сняли два этапа Кубка мира, то есть, после Турдуски Нового года у них был месячный простой тренировочный процесс, это тоже сказывается, месяц без соревновательной практики, это тоже сказывается. Ну, понимаете, вот мне, например, просто как человек, который, ну, занимался спортом, но, безусловно, и близко не подходил к такого рода достижениям, там, да, вот, ну, понимаете, для нас это люди все равно космические. Вот, Роман, это очень хорошо, что Вы, как человек, который именно компетентен, именно, то есть, в оценке самого различного рода спортивных, в том числе, состязаний, особенно, вот, нам тут пока была реклама, просто экскурс в историю, как было на Олимпиадах, то есть, Ваша оценка, безусловно, глубока. Но я вот все-таки понимаю, что для нас они все равно космические люди, вот, для всех, они просто космические. Нам не понять, нам не понять спортсмена, особенно, ну, вот, просто Ирина говорит, ну, действительно, вот, рассуждает такие вещи, которые для человека, слушайте, да мне бы вообще туда, если бы взяли, я бы считал, что я вообще, жизнь моя удалась. А если Ирина, как подчеркиваю, мама, там, чемпионки, олимпийской чемпионки, говорит, ну, слушайте, вот здесь вот чуточку, я хотел вот на это, ну, для меня это вообще, ну, это все равно, что человек сказал, слушай, я тут сегодня до Марса не долетел, ну, мог же, я, ну, короче, память не ставить, и все, вот, на меня без всякого пафса, вот, серьезно, вот, молодцы, вот, у людей, по крайней мере, вот, то, что я могу сказать, ну, все-таки занимаюсь общественными процессами, ну, знаете, какой подъем сейчас, вот, кроме шуток. Я думаю, что Анатолий Васильевич сейчас оценит, как мега-профи, какой у него сейчас будет на поле, потому что Наталья Непряева, а олимпийская чемпионка, все, это все, вот, вот, это данность его. Просто еще, вот, возвращаясь, вот, вы говорите, вот, к той гонке, на которой Наталья настраивалась, где не хватило одной сотой, вот, вы заметили, две впереди идущие спортсменки, они выходили с дистанции, ой, с прорезанной лежни, и шли вот это. Как вот здесь тренер вот мог? Только Наталья выбирала. Они вот почему-то выбрали вот этот вельвет, и они финишировали не вне лыжни, а в лыжне могло наметать скольжение похуже. Это мы как телезрители отсюда. Это нюансы, когда ты идешь в борьбе, когда тебе уже говорят, что ты, вот, медаль у тебя за горизонтом, потому что даже финишную часть своей гонки, она прошла практически в одни ноги с лидером, то есть она не проиграла никому, она выиграла. То есть вот у нее был запад какой-то, Александр Васильевич сказал, что между шестым и седьмым километром, какой-то вот, в подъемной части какой-то вот она потеряла вот это вот время. Трагоценную конкурсу. Получился, и вроде говорят, ты отыграла 8-9 секунд на километре, она отыграла у неслабых соперников, и концовка, когда вот раз, черта, глаза поднимаешь, и твоя фамижа медального зачета. Ну ладно, что-то мы прям долго про вот эту гонку, давайте... Это самая больная гонка. Давайте про саморадственное скажите, эстафеты, вообще честно, верили, что мы норвежек обыграем? Норвежек, да. Норвежек, да, у них как раз... Запад сейчас. Да, у них не запад, у них не венг не прошла, коронавирус у нее не приехал, поэтому очень сильно, они даже думали, не поставить ли биатлонистку на четвертый этап вот это. Это, кстати, вопрос мотереи, что вот такой фактор тоже он сказал. А в остальных вот я имею... Да, все биатлонисты бегают так, как бегают наши спортсменки под брендом Ресцова. Помните, на советское время мама-то как бегала, она мазала велосипед, как копеечка, но на ногах догоняла Анфиса Ресу. Ну, вот по эстафете, да, чтобы вот возвращаясь к ней. Ну, вы поймите, когда они очень грамотно наши расставили спортсменов... Во-первых, задача каждого этапа была своя индивидуально, допустим. Юли Ступак. Это надо было всеми фибрами приехать здесь, не проиграть. Под Наталью обычно второй этап ставят самых сильнейших. И Хаук, и там Фрида, и все там вот это. И ее задача тоже самое, убежать от этого. И поэтому сорено сохранить для молодой спортсменки Степановой вот этот запас. А на четвертом этапе, когда они это все сделали, немка на этом этапе была, конечно, послабее. Поэтому наши. А скандинавки, они за счет этих этапов как-то провалились. И такой борьбы не получилось. А так, конечно, было очень сложно. Ну, слава богу, что сложилось, что как слава богу. Сюрприз преподнесли немцы. Ну, помогло все-таки нашим... Помните, там такой был небольшой, ну, скажем так, завал такой небольшой у норвежки. Нет, нет, нет. Это не помогло, не поспособствовало. Вот, честно сказать, в эстафете немцы вот. Ну, думали, что шведы должны составить конкуренцию. Шведские лыжники должны однозначно было составить конкуренцию нашим. Вот. Ну, выступление, командная борьба. Я хожу, я не помню. Нет, 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 нет. У них все это было. То есть, ну, командная... Вот сейчас вот они как команда сыграли в двух эстафетах. Вот именно как сплоченная команда. Очень удачно они выступили. Не в личных выступлениях, а в командной и в борьбе. Что на спринт-эстафете, где наши были третьи, что на этой эстафете тоже. То есть, до этого у них какой-то тоже был... Были у них выступления звездные, медальные были выступления. Потом какой-то был западик в этих... Ну, сейчас у них вот подошла Хёнинг. Хорошо там, допустим. Собрались. Удачно у них очень сработал тоже сервис. Потому что лыжи у них работали, вот было видно. Вот особенно на спринт и эстафете. Да и в гонках. И в гонках тоже самое. То же самое. Ну, и потом у них богатый опыт. В основном же эти спортсменки из ГДР бывшего, как бы, у них опыт был очень большой. И подведение спортсменов к функциональным состоянию, там, к основным стартам. Вы вспомните, когда ГДР... Слушай, ГДР своих лыжников не помню. Бетлонисты, да? Нет, нет, у них Дербора, Петцдель, Вальтер Гриммер, Деволь. У них много было в своем... Ну, я их не застал просто. А, ну да, да, да. Я о лыжах, помню, помните, рулили финки? Очень хорошо. Италия, помните? Да, да. Франция, Ченда, Стефания, Бельмондо. Вот, они классно... Вот, хотя Бельмондо, понимаете, такая миниатюрненькая. Ну, это Юхау, Юхау, их номер раз. Да Ченда, у них много. Да Ченда очень классно тоже. Но Бельмондо, она вот такая, как она руками в подъеме работала. Как Юхау. Шла вот так вот, и все. Ну, у них, видите, много взято было с велосипеда, много взято с горной подготовки, потому что Италия все-таки это горная страна. Поэтому наработаны уже такие компоненты, которые помогают, допустим, в циклических видах. Да, вот особенно циклические, да. Ну, в целом, то есть вы довольны. Скажите, а все-таки, Наталья, непрямо понятно, но о мужчинах, согласитесь, насколько классно выступили, да? Минуты на альверсом, это, конечно... Ну, да, сложилось так. Да. Вы понимаете, сейчас в мужской команде у них очень хороший выбор. Их там человек 6-7. И менять практически можно в любом сочетании. Класса с того, фактически. Да, единственный только кто, допустим, более тяготеет, допустим, для классики, к коньку и к длинным дистанциям и этом. Поэтому, вы понимаете, вот, допустим, от Мальцева, условно сказать, вот он выступил вроде бы в спринте 5-й, обыграл, допустим, там Устюгова, там, вот, допустим, в гонке 8-й, и ему места не нашлось в эстафете. Поэтому тут Елена Валерьевна, может быть, мудро поступила, потому что Устюгову ту Олимпиаду не дали выступить. А хоть здесь он... Человеческий, что называется, человек служил в своем золоне. Ну, вы знаете, вот, если все-таки говорить, ну, такая вот, просто оценка именно эстафеты, ну, с точки зрения вообще подъема, вот, именно национального духа, про спорт не буду говорить, потому что, ну, это тренерам, безусловно, виднее там, да. Мужскую, вот, мужскую эстафету выиграем, женскую выиграем, это вообще событие беспрецедентное, ну, просто беспрецедентное. Похоже, что случилось, помните, в Токио летом, когда мы выиграли командное гимнастическое, то, чего давно не было, но в общем, наша страна, ладно, смотрите, на. Ну, вот, сознание просто человека, который, ну, например, вот у меня, там, условно говоря, там, девочки, вот, две дочки, да, одной 13, другой 5. У меня старшая пыталась заниматься лыжами, кстати, у меня основывал такой первый разряд по лыжам, то есть я в 80-м году перед суворовским училищем получил первый разряд, побежал классик 5 километров в 17.02, по-моему, там 17.09 был первый разряд, все, вот, все мои достижения. Вот, но смысл в чем, что девочка хочет заниматься, вот я четко понимаю, что не было возможности сесть на отсмотр всю олимпиаду, но вот эстафета женская, мужская, это достижимо. Вот смысл в этом, что, если, например, я как отец детей, вот я думаю, стоит ли мне, условно, ребенок, который, может быть, пока непонятно, сможет, не сможет. Но я, наверное, понял, что, я говорю, слушай, давай эстафету посмотрим, она в интернете есть, вот женская, это возможно, то есть можно, ну и, конечно, Наталья, ну, тут что там, это возможно. Дальше я иду, условно говоря, к Антолию Васильевичу, посмотрите, пожалуйста, вот девочку, вы уже как профессионал, скажите, дойдет хотя бы там до уровня, не знаю, там, КМС, там, мастер спорта. Вот я говорю с точки зрения общечеловеческой, там, да, ну, мужская, ну, можно же, ну, можно, ну, наша же, женская. Значит, родитель, который хочет вообще занять ребенка именно спортом, он понимает, что лыжами заниматься мы можем, потому что наша тренерская база, ну, вообще, если это корректное, конечно, название, ну, в общем, тренера у нас есть, которые готовят реально чемпионов, как мужчин, так и женщин. Вот я что хочу сказать, может быть, длинновато, ну, вот. Скажите, возвращаясь к нашим девушкам, как вы думаете, вот после этих зимних игр мы и дальше будем с норвежками, ну, на равных, скажем так, бороться? Вот, вот эта Тереза Юхаук та же самая, сколько, может, ее уже? Ну, Юхаук, как бы, как раньше говорили, это другая лига, вроде бы, человек, в связи с чем, ну, а с остальными наши на всех этапах борются на равных, там, я имею в виду с сестрами Венкой, там, как там вторая, это там? Вольство, да. Они борются на равных, поэтому Юхаук там, если мы не берем, там много пишут о терапевтических ее исключениях. А я вот хотел бы все-таки вам, как спортсмену, задать этот вопрос. Ну, правда, в дороге сколько говорят, все это про это норвежцы, как пошла вот эта волна, когда нас обвинили, а потом выясняется, что они там все боли, а бегают, как лоси. Вот вы, как люди, которые с лужами, как вы, наверное, говорят, он родился в лужах, вы, наверное, тоже. Да, да. Это бывает? Ну, как? Ну, Ир, вот вы смотрите, как вот, что мы на морозе бываем, что они на морозе бывают, что мы в таких же условиях тренируются наши спортсмены, что и они. Что сделали китайцы мудро поступили, они эти препараты, таможня запретила ввоз. Вот тебе ровно условие. Сочистату спорт, то есть вот прям. Они разрешили проводить. Да, конечно, конечно. А они имеют счет, как сделать. Ну, таможня. Таможня не дает добро. Это не Олимпийский комитет. То есть они вычислили, что это за препараты? Да, они все понятны, эти препараты, которые принимают. Хорошая вопрос. По-моему, мы наравно боролись с норвежцами. А, понятно. Я просто со школы помню, что астма – это вообще диагноз, когда ты вообще физкультурой не занимался. Кстати, да, да, кстати, вопрос вот кириде, а то есть, а как это можно? Я был так в классе, а астма, а эти все это диагноз называются. Ну, действительно, у Норвежского уборного не один человек. Ну, вот вспомните биатлонистку, биатлонистку, вспомните. Вот, норвежскую биатлонистку. Врач запретил ей выступать дальше. Она побежала, сходилась в горах и запретили ей дальше. А как вообще возможно, что в Норвежской сборной действительно ведь не один человек, ведь несколько человек реально... Ну, вы знаете, это начинается вести, допустим, с детского возраста, как будто бы врачи дают заключение, что человек предрасположен к астме. Или направлен к астме. А, нет, да, и они ведут, да, 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 как раньше был кровяной допинг. Они брали, допустим, и говорили, что у него, допустим, или у неё повышенный гемоглобин. И они постоянно это фиксируют, выдают в МОК, в ВАДА, и они... То есть они просто таким образом узаконили применение препаратов, потому что так же не бывает, что действительно РОС, прямо вам правильно, РОС, Кашмар. Да, инвалиды обидуют лучше всех наших. Ну, всё-таки, да, не в шахматы же играли, а в Лыжни. Да, да. А скажите, ну хорошо, а физ куда смотрят? Я уж про МОК, все же на МОК. Ну, а если это разрешено, вот вы понимаете, вот сейчас вот как с Валиевой, там у неё вообще ничего не играет. Тем более брали там, допустим. А раз в декабре... Ну, тем не менее, в пробе есть этот препарат, да. Они же, как наш Мельдон, внесли, это же ничего не дающий препарат. Мелдронат, как это такое? Да, вон он продается в аптеках. Да, вот, он ничего не дающий. А комплевит? Ну, они внесли в препарат, поэтому спортсмены сейчас наши настолько щепетильно подходят по любую таблетку, если которую они принимают, они должны через ФНБА, чтобы проверили. Ну, уж правильно, на самом деле. То есть китайцы оказались очередной раз мудрее всех, всё-таки древних цивилизаций. А почему мы тогда не идём по такому пути, там, с 8 лет, у нас матик и так далее. Или нам это не решат, что получится Юпитеру, а русским скажут, ага, опять. Ну, вы вспомните выступления гимнастов, вот, тех же американских на летних играх. Пожалуйста. У нас какие миниатюрные девочки, какие там чемпионки по спортивной гимнастике. Надо доволить на размышления, что это что-то не то, надо подумать, что это что-то не то. Это чисто слишком бросается в глаза разница между сложением. Да, да, да. Кому-то можно, а по-русски. Я, конечно, не прав, но я думаю, что всё-таки врождённая российская порядочность вообще в организации чего угодно. Всё-таки спор должен быть честным. Если мы понимаем, что, условно говоря, да, смазку мы можем там, условно говоря, намудрить там, да, причём, опять-таки, в рамках закона и так далее. Ну, вот, не было такого, что у нас вот спор, ну, не слышал никто, по крайней мере, никогда, что вот, действительно, вот такая спецоперация, так выражаясь, там, может быть, каким-то, ну, правильным языком, то, что Атолий Васильевич сказал, что, значит, оказывается, с детства выявили, легализовали применение препаратов, которые повышают, безусловно, характеристики спортсмена, которые, как всё-таки Ирина и Анатолий Васильевич, как профессионалы, говорят, что это влияет. Это влияет не на внешний вид, а именно на результат влияет. Ну, действительно, Роспиосматиков-то, Роман, это тут, наверное, мудрее не сказали, Роспиосматиков. В Олимпийской сборной Норвегии. Ну, я думаю, что всё-таки врождённая порядочность всё-таки в России, она не позволила бы именно вот так, вот уже с детства. У меня не государство. Ну, может быть, я не прав. И вес его. Да. Потому что Советскому Союзу вот бы вот, понимаете, чтобы... Да вы знаете, с точки зрения... Он был независим от Запада и... Вы вот посмотрите, когда вот после Сочи, вот, когда коснулась вот эта вся волна. Настравля. Да, почему иностранцы, они, вот, Родченков, когда уехал за рубеж, конечно, это наша вина, на что её выпустили. И вообще для меня это феерично. Да, да, да. Такого человека выпустить за границу, это... Да, вот. Они же что ставили? Они не спортсменам ставили в укор, что они там принимали или кто-то не принимали. Они поставили то, что была государственная программа. Да. Нам надо было признать вот сразу, что была государственная программа и снятие повинных людей, кто причастен к этому делу. Ну, Анатолий Васильевич, я думаю, всё-таки тут я рискнул всё-таки согласиться с президентом Российской Федерации, да, и по поводу вот оценки, кстати, событий на Донбассе здесь прямая налога, потому что мы уже в политическую часть пошли, повод нашли бы всё равно, в независимости, было или нет. И то, что вот, кстати, спортсмен, когда вот в самом начале вот Роман Преамбулу озвучил, да, вот как же всё-таки понимать там спорт, могли там лучше, не могли лучше, но просто остаётся догадываться, как они справились вообще вот с этим многолетним стрессом, потому что понимаешь, что в любом случае, ну, я думаю, что тут так всё-таки много очень разумных ребят, не только что они сильные физически, там, да, они мега-люди, там, да, там сверх, я бы сказал, в чём-то. Они обычные люди, как и все. Они обычные люди, и они адекватно, адекватно я не сомневаюсь, понимают, что, ну, им будет сложнее, это как раз я абсолютно согласен с тем, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Россиянам. Да, россиянам это не позволено. Ребята, разумные, они это понимают. В роли Бога оказались, вот, чтобы... Ну, а бык очень вполне сильный, как выясняется, вверх, да, взял где-то две снафи, а первые выпили. Ну, ладно, опять мы что-то о грустном. Скажите, Ирина, что вам Наталья звонила, рассказывала о в целом атмосфере на Олимпийских играх? Тем более, у неё уже есть чем сравнить. Ну, честно сказать, атмосфера какая, как на обычных соревнованиях. То есть, это у праздника, как мы привыкли, вот это фестиваль, а... Ну, фестиваль, это, мне кажется, больше для туристов, или вот как вот приходят веселяться. А наши вот, которые на победе идут люди, они знают, если они еще пойдут веселиться, завтра им бежать. Ну, я не имею в виду веселиться, там, в барах сидеть и так далее. Нет, нет, я имею в виду, что, ну, во-первых, соревнования проходили в другом, выше, там, за несколько километров от Пекина, это раз. Дальше, перепад высот, это два. То есть, ты спустился в Пекин, повеселился, тебя опять туда залезают наверх. И, конечно, вот эти вот очень строгие... Ковидные. Ковидные, да. Вот это вот, мне было жалко бедного ребёнка, что которые с этими не знали. Не дай бог, там кто-то рядом чихнёт до отъезда вот от Китая, или кто-то там на тебя кашлянет, и у тебя всё. То есть, не дай бог, там что-то тебе отковыряют, ну, анализы, и олимпиаду ставь, да. А вы знаете, мне, кстати, показалось, что как раз вот именно вот такая вот действительно обстановка связана, в первую очередь, конечно, с пандемией коронавируса. Мне как-то показалось, что это могло, но, извините, мне показалось, что это наоборот как раз вот в тему того, поддерживая то, что вы говорите, то, что, короче говоря, все отвлекающие моменты ушли, спортсмены предельно и так, люди заточены на результат, а здесь уже всё. Работать и работать, мы приехали сюда работать. Мне показалось, что они были предельно спокойны и концентрированы. Вот этой фестивальной атмосферы реально не было. То есть, заточены были на результат. Ну, понятно, это естественно. И сделали, и справились вот с нервами, ну, остальные у них нервы, что можно сказать-то. Если в первую олимпиаду они пришли, они ещё, девчонки молодые, не понимали, где они, куда, в какую сказку попали, то здесь они уже понимают, ради чего они 4 года жертвовали, и зачем они сюда вообще приехали. Ну да, вот такие сосредоточенные, спокойные. Вот у них, я бы сказал, у меня ощущение, когда я смотрел именно в представлении. Понимает, что терять. Да, спокойная такая сосредоточность. Чётко, уверен в свою силу. Ну, я уже так, Ирина, объяснила, что, короче, уже понимали, что нервежки не соперники, уже а упало-бе пропало. То есть, уже был некий план, уже некий путь, но они были сосредоточены. Ну, нашлись другие. Нашлись те же самые немцы, афинки. Афинки тоже достойно выступили. На равных с нами такие же здоровые с вылажниками. Вы знаете, что хочу сказать? Они всегда были, фельдская сборная. Вот, пожалуйста, альтернатива, то есть, норвежцы ушли, но появилась другая. Те же самые американки, Диггенс. Взять тоже самое, американская лыжница. Она взяла медаль и в короткой дистанции спринт, и в 30 километрах она взяла медаль. Тоже мысли мылышек, я не помню. Нет, у них есть единичные исключения. Ну, когда это было? Нет, у них есть исключения единичные. То есть, не сказать, что у них прям суперкоманда, но у них есть звездные лидеры, вот можно так сказать. Ну, я бы посмотрел все-таки с позиции того, что наша команда, вот с учетом всех вот этих аспектов, которые Илья Анатолий Васильевич сейчас сказали, как все-таки профессионалы, да, что, ну, это вы только можете знать, какая на самом деле расстановка сил, что реально, что не реально. Ну, в общем, команда была в любом случае уже, ну, почти готова к занятию медалей. Закаленная. Закаленная. И психологически, и технически, и физически готова. То есть, наш ребят, наша школа, я имею в виду, что олимпийская школа, позволяет воспитывать людей, которые, ну, по определению, в большом количестве, как сказал Анатолий Васильевич, даже по аналогии с мужской сборной, претендуют на высокое место уже. То есть, там не стоял вопрос, что, ребята, а может быть, давайте мы там, ну, не знаю, там, двадцатыми придем и считаем, что мы молодцы, правильно? Ну, я условно говорю. Тут сразу вопрос, как Рина объяснила, что нет, ну, это четвертый, пятый, ладно, здесь бронза, все, это плохо. На Олимпиаде всего четыре места, первое, второе, третье и все остальные. Так что я за них все равно, как сказал, начало, я за них. И отдать должное, конечно, вот Елена Валерьевна, еще раз повторюсь, в Вяльбе, она, вот, сколько лет, она уже второй срок у нас, президент, восемь, третий, она собрала этот костяк, она, да, где-то она шла через, ну, через силу, напрягала спортсменов. Ну, по-другому никак. Ну, и руководители, и руководители, то есть, если раньше у нас как-то было, когда она пришла в команду, да, у нас были, ну, табуретки их называли, девочки, но они в обиду сказаны, то сейчас она уже их собрала, она их, как вот, ну, не то, что стравливала, она их закалила, можно сказать, закалила, подвела. Она мудро поступила, она сделала три группы, три группы спортсменов, если одна группа провалилась, значит, другая могла как-то, и, во-первых, сразу создалась конкуренция между группами. Каждый тренер хочет доказать, что его спортсмен лучше, что его место в сборной, что он достоин выступать. То есть, весь набор, весь арсенал, соответственно, воздействия, да, и мотивация. Без конкуренции не бывает. Если, как они, плавно 10 человек плывут, то есть, там есть лидеры, есть остальные, а тут уже у каждого есть своя звезда, которая хочет доказать, что она лучше. Ну, Б. То есть, ну, помните, ну, а что это в эстафетах, как мы выигрывали, помните? Ну, вы знаете, раньше такого разброса не было. Нет, во-первых, раньше было меньше команд, меньше команд, все-таки уже, смотрите, такие и Словакии, и там, Волгара, там, ну, многие команды. Ну, даже взять команду СССР. Да. А сейчас уже сколько стран разделилось. Поэтому. Ну, ни в коня полного. Ну, все равно. И казахи, и белорусы, и украины. И там еще хочется сказать, в каком плане, все-таки раньше в лыжные гонки шли дети больше с деревень, где привыкали к физическому труду, где нужна вот такая самодача, там, все прочее. Сейчас даже там, в деревнях, во-первых, там условий нету, во-вторых, эти гаджики, телефоны, и поэтому идти на такую тяжелую пахоту, это надо очень много просеять, и чтобы... Что ты звезда мирового уровня, тебе знаете, планету, как Наталья Николаевна. Ну, опять же... А мы то, что с твоим гаджетом несчастным знают. Ну, вы понимаете, ведь надо еще ребенка, ребенка надо еще убедить, что он добьется этого, ребенка надо мало того, чтобы посмотреть, как он функционально будет готов к этому. Поэтому, ну, сейчас много развлечений, и поэтому, если раньше в каждой школе было третий четверть лыжных готов, то сейчас, сами вы понимаете, а как выбрать его, с какого вида? С борьбы, чтобы он пришел в лыжный спорт. Поэтому здесь, как вы сказали, да, звезды у нас будут появляться, и такие достойные спортсмены, как Александр Большунов. Конечно, время... Сейчас вот молодая поросль, там неплохая растет, вот особенно в девочках 2002 год, вот в числе и Даша, и ее дочь, которая... Завтра стартует на Мире. ...тут листу Мира по юниорам. Поэтому... Каково? Вот, там и другие девочки. Как мы распорядимся этим? У нас всегда же в юниорах хорошие бывают спортсмены. Как это сохранить? Можно все-таки надеяться, что мы в женские, опять же так говорить, лыжи, мы вернулись серьезно на долг. Нужно помнить, ведь был этот провал, когда вот сошла вот эта великая династия, Вяльбе, Гвырлюк, Лазуткин и так далее. Когда у нас по сути... Нет, нет, вот после той плеяды... После Чапалова прошел провал, прошел... Да даже Чапалова одна была, помните, только на нее и молились, Юля, 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 Юля. А потом на Чапалова ушла и вообще был провал. Можно сказать, что теперь у нас опять вот плеяды все-таки воспитали? Ну как воспитали, у нас есть три основные лыжницы, вот пока это возраст. Четвертая маленькая. Хорошо, да, да, да. А такие конкурентоспособные, чтобы... Ну, надо уже сейчас собирать вот эту команду, чтобы она была хотя бы... Человек шесть были, как вот у ребят. У ребят есть человек 10-15, они не могут заменить друг друга. То есть, ну, не дай бог там Червоткин или Спецов, там что-то с ними случится. У нас есть альтернативные гонщики, не хуже. Ну, я не скажу, что они лучше, но они не хуже, вот, ребят этих, да. У девчонок, если вот, не дай бог, с этими тремя что-то случится, то... Да картина до обедца есть же время. Подрастить может быть. Мы не говорим, что сейчас у нас есть хорошая резерва растет. Вот спокойно подрастить, да, через четыре года. Правильно распределяться вот этим резервам. Я думаю, если их сохранят, то будет, конечно, достойная конкуренция. А я думаю, что нельзя исключить в реальность, что Наталья Непряева скажет. Так, короче говоря, тренировки хорошо, смена прекрасна, за стороной Арада, но медаль на чемпионате будет моя опять. Правильно? Медаль одна, желающих много. Я понимаю, но я без всякой тут лезьте, но все-таки чемпионский характер. Если Наталья, например, принесет решение выступать на следующей Олимпиаде, и все будет идти. Конечно, а куда она? Ну, потому что там будет 30 лет. Но мне что-то подсказывает, что нельзя, Ирина, наверное, вы как мама знаете, что нельзя, наверное, исключить в реальность, что Наталья Непряева скажет. Давайте-ка, медаль будет опять моя, золотая там, да, и все. Ну, не знаю. Во-первых, немногие спортсмены выдерживают два-три цикла олимпийских, поэтому очень сложно, да. Непонятно. Тем более, с конкуренцией растет. А года берут. Поэтому здесь... Сейчас, в другой стране, все-таки методы подготовки лучше. Мне кажется, сейчас во многих видов спорта спортсмены позже уходят из большого спорта. Это и хоккей берите, и футбол, и так далее. Ну, опять же, опять хоккей, и футбол, это мужской вид спорта, я еще говорю. Она женщина. Она женщина, 30 лет. Понимая, что спортсмены, они все-таки, ну, люди серьезные и самодостаточные, они сами за себя решат. Поэтому у нас общественная палата решила, пока момент не упущен, выйти с инициативой к главе города Твери по поводу присвоения Натальи Неприевны. Да, все сложно. А у меня такая, у нас буквально 7 секунд осталось. Знаете, я считаю, по крайней мере, в Твери нужно возродить такую древнегреческую традицию, на самом деле, как ставить олимпийскому чемпионству города прижизненно статуи. Поэтому еще... Статуи, мне кажется, не надо. А я считаю, надо, почему бы и нет. Тем более, наш город все-таки не сбалул, в отличие от Москвы, десятками олимпийских чемпионов. У нас их вот, что называется, поэтому... И по этой причине, и по этой причине, общественная палата еще пока не была вот этой золотой медали Натальи, еще до этого, мы четко уже сказали, в любом случае, ходатайством перед главой города Твери было принято ненагласное решение о присвоении Натальи Неприевны звания почетного гражданина города Твери. Я думаю, что это будет на этой... Нет, все, это будет однозначно. Это будет однозначно. Мы сегодня проводили итоги зимних Олимпийских игр, но, конечно, примитивно к Тверской области. Вот, как мы уже много раз сказали, наша замечательная Наталья Неприева полный комплект привезла. Я очень надеюсь, что она привезет его в живом виде в наш город, найдет время в своем напряженном графике и покажет их своим любимым, дорогим землякам. Спасибо большое за участие в эфире. Ваш, дорогие телезрители, спасибо тоже, что смотрите, что смотрели, болели за наших спортсменов. Надеемся, на следующих играх мы выступим еще лучше. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»